Доброго времени суток. Сегодня речь пойдет о чеченском изобретателе Муса Али Султанов. Этот, как утверждают многие журналисты, которые были у него в гостях, я у него в гостях не был, к сожалению, говорят, что он изобрел нечто из ряда вон выходящее, то есть вечный двигатель. Но насколько я уже успел проанализировать, это не вечный двигатель, это обестопленный генератор, так называемый БТГ. Но дело не в этом. Многие просто путают вечный двигатель и бестопленный генератор, думают, что это одно и то же. Это не совсем так. Разница в том, что вечный двигатель просто цикличен, работает вечно и без остановок. А бестопленный генератор черпает энергию из эфира и работает тоже долго, но он все-таки преобразует энергию. Но это такой спорный вопрос. Одни говорят, что одно и то же, но я не считаю, что это одно. Не об этом. Вот. Я почему именно... То есть меня один пользователь попросил, говорит, что ты скажешь, какое свое мнение выскажешь об этом изобретателе. Проанализировал то, что я нашел в интернете, честно говорю, очень мало о нем. То есть фотографий фактически его изобретения, в частности, его станции фактически нету. То есть вот она. Вот эта вот станция. Репортеры смотрят. Они ее выносят и так далее. Как она устроена, непонятно. Вот эту станцию, то есть этот генератор они поставили в автомобиль, который... Это электромобиль, это станция электро... То есть генератор вырабатывает и сразу же питает этот электромобиль. То есть на этом электромобиле они ездили 11 дней без дозаправки, по утверждению автора. Вот сам изобретатель. Вот он подключает. Итак, вернемся. Значит, что я хочу сказать. Дело в том, что кроме того, что пишут о нем журналисты, так просто найти каких-то людей независимых, так сказать. Я, во-первых, журналистам вообще не верю. Ну, мне не удалось. Но интересные моменты я все-таки нашел о нем. Во-первых, перед этим сделал очень интересное такое открытие, то есть даже изобретение. Он сделал двигатель, который работает на сжатом воздухе. Вот такое коротенькое видео хочу показать. Идея, длинную полтора года, оплатить которую потребовалось гораздо меньше. Несколько месяцев труда, и вот результат. Первый в мире двигатель на воздухе ядобретен чеченцам. На этих съемках ядобретатель знакомит с чудо-машиной и нашу съемочную группу. Масса преимуществ. Экологическая чистота, экономичность. Безапривычного бака с бензином, кислородный баллончик. И высокая скорость, в отличие от других типов мотороллера. И кто додумается, что этим движением управляет кислород? Доправляется хоть и чуть дольше, примерно минуты на три. Однако ездить не задумываясь, можно несколько недель, пока новый нестандартный транспорт касается решений. Хочу сделать поправочку. Не на кислороде, а на обычном воздухе. Это просто баллон использовался с под кислорода. Я прочитал в другом месте. Кислород был выкачан оттуда. Ну, то есть выпустили, а закачали сжатый воздух. Обычный сжатый воздух. Действительно, человек прославился тем, что он что-то уже делал, изобретал. И вот он как бы сделал генератор. Картинок очень мало этого генератора. Я не могу точно сказать, что там находится. Но мы можем видеть. Вот здесь стоит аккумулятор, бензобак. То есть это переделанный обычный бензиновый генератор, который используется, когда нет электричества. Как заявляет изобретатель, он вырабатывает до 3 кВт. Что мы видим? Мы видим здесь большой аккумулятор. Где-то больше 100 А. У меня есть автомобиль, у меня стоит маленький аккумулятор 65 А. А здесь аккумуляторы, судя по размерам, где-то сотка. Сотка может 110, может 120 А. Потом, что с собой представляет образно этот генератор? На столе своей мастерской он на глазах у нас ставит 6 сообщающихся между собой прибор. Два аккумулятора, преобразователь, стабилизатор и два зарядных устройства. Другими словами, преобразователь, это, так понимаю, инвертор, аккумулятор. Другими словами, потом идёт табилизатор и два зарядных устройства. Якобы это замкнутый цикл. То есть он демонстрирует, что на самом деле там, какой действительно, если там действительно замкнутый цикл, который работает, как бы, и добывает ту энергию из эфира, пространства и так далее. Мне сложно судить, но, честно говоря, ну, очень всё подозрительно. Во-первых, с одной стороны, я специально сделал такое, как бы, вступление. Сказал, что этот человек уже делал и сделал некоторое изобретение, которое, кстати, запатентовано. Турции, поскольку он жил там несколько лет, в Турции, это вот этот двигатель, который работает на воздухе. И потом он изобрёл какие-то шины там, долговечные, которые тоже запатентовал. И вот это его следующее изобретение, то, что он сделал вот этот вот генератор, то есть БТГ, бестопливный генератор. Как он работает? У меня очень много вопросов. Вот эти, кстати, на фотографии вот этой коробочки, вот этот вот, здесь инвертор, сам, потом зарядное устройство, потом аккумулятор, один, второй и ещё какое-то приспособление. Всё-таки это похоже на то, что этот человек, во-первых, действительно что-то знает, действительно что-то может делать. Насколько это действительно правда, тяжело сказать. Во-первых, мало фактов, но к нему приехали люди, учёные, которые начали брать у него интервью. Вот. Вот две клеммы. Отключил? Ну, а тем не менее. А он что говорит? Вот у меня удивительно. Аккумуляторы необходимы лишь для старта. После двигателя вырабатывают энергию сам. Секреты его работы автор не раскрывает. Это не первое изобретение Мусселя Султанова. Однако, если до сих пор для эксплуатации такого агрегата он использовал сжатый воздух, то в данном случае нет его. Учёные хорошо знают. Лишний ток. Они не могут этот ток приспособить для зарядшего устройства или для инвертора. Преобразователь. А я приобрёл этот ток для мощности в зарядочном устройстве. Полный автономный генератор. Ныне электросанкция. Вот здесь показывается электромобиль, который работал в течение 11 дней. И он питался от этого БТГ, бестопливного генератора. То есть, на автомобиле стоял этот генератор. Вот мы можем в других местах увидеть, как устанавливается вот этот генератор на автомобиль. И на автомобиле этот генератор стоял и питал сам автомобиль. И 11 дней человек на нём ездил. Что-то в этом есть. Сказать, хотя, если честно, с точки зрения здравого смысла, если моё личное мнение, то мне есть что-то недоверие к этому человеку. Человек всё-таки бывший режиссёр. У него по образованию режиссёр. Умеет, скорее всего, делать какие-то разные трюки и так далее. Может быть, он всё-таки фальсифицирует. Честно говоря, слишком мало фактов. И он не раскрывает этот секрет. Но хочу обратить внимание. Самое интересное. Я в одной статье очень интересную вещь нашёл. За своё изобретение Али Султанов едва не полуплотился жизнью. Три года назад мужчина вечером возвращался с работы. Когда его машину остановили вооружённые люди, вытащили его из салона и стали требовать чертежи. Наткнувшись на какие-то бумаги с расчётами, бандиты их забрали, а изобретателя жёстко избили. К счастью, преступники унесли совсем другие чертежи. То есть на человека уже было совершено покушение. Это говорит о том, что действительно он что-то сделал. Потому что, как нам известно, на таких людей частенько хотят завладеть изобретением или покушаются и так далее. Но тем не менее, из-за своей жадности, как я говорил раньше, человек действительно всё держит в секрете. Не раскрывает, хотя вот, допустим, двигатель на воздухе, он уже запатентован, можно открыть секрет и сказать. Ну, вот такая вот вещь. Человеческий фактор влияет. Жадность, она превыше всего. Даже не жалко жизни ради того, чтобы тайно владеть своим изобретением. Ну, будет он тайно владеть. До поры до времени, пока его не грохнут. Вот и всё. Насчёт двигателя на сжатом воздухе у меня вообще нет никаких сомнений. 100% действительно он сделал... Я в Турции ходил и сделал на свою машину четыре колеса и сразу получил ПТ. То, что он сделал этот двигатель, потом он сделал шины долговечные, у меня нет сомнений. Насчёт этого генератора без топливного. Вот это эксперты по малой энергетике, они приехали, хотят изучить его изобретение. Опять же, человек привлёк много внимания. Человек выступает на публике. Это не просто как вот это, то, что я в предыдущем видео показывал. Человек балаклавил, в очках ещё и в перчатках, в костюме всё показывает, какой он страшно боится. Как бы преследований. Этот, наоборот, правильно сделал. Вызвал максимум внимания к себе. В случае чего, если случится с ним, ну, как бы, все будут знать, за что он пострадал. Это тоже правильно. Но неправильно то, что он это всё, даже запатентованную вещь, держит в секрете. Расскажи людям, покажи, запатентовал, всё, вот это так, так работает. Кто-то начинает делать. Так, будь добр, это моё изобретение. Я такой-то, такой-то, автор этого изобретения. Плати мне деньги, если ты хочешь денег. Ну, и всё. И нет смысла тогда это всё держать в секрете. Правильно? Абсолютно верно. Я об этом, то, что, если оно запатентованно, так же самое Капанадзе, он тоже говорит, что он запатентовался. Ну, так выложи чертежи, бляха. В интернет скажи, вот, пожалуйста, запатентованно. Если кто-то будет массово производить, я автор этого изобретения, пожалуйста, платите мне деньги. И всё. Не, блядь, держит в секрете. Всё. Зажимает. Чё ты зажимаешь, блядь, рано или поздно, или тебя грохнут, блин, или ты сам умерешь со своим изобретением. Денег тебе, никто тебя не будет финансировать, потому что, допустим, вот этим вот изобретателям из Чечни уже на одну газету вот подали жалобу. вот на новости России уже комиссия по борьбе с лженаукой и с фальсификацией научных исследований при президиуме российской академии наук грозит судом корреспонденции русской газеты. Вот такие вот дела. Те, кто борется с такими изобретателями, они не спят. Есть на них воздействия разные. Я уже говорил, меня заблокировали за то, что я критиковал жестко их. Они могут сначала в суд подать на вас. Потом, если вы не будете слушаться, найдут людей, которые вас побьют. Если вы не поймете, то просто вас грохнут. Вот и все. Обычно так это заканчивается. Не нужно думать, что в России такого нету или там еще где-то. Это есть везде, там, где есть не возобновляя источники. То есть, я имею в виду нефть, газ и так далее. То есть, там, где есть такие природные огромные залежи, никому вы со своими генераторами БТГ не нужны. Вас просто убьют. В лучшем случае покалечат. Если вы не выложите свои изобретения в сеть, не дадите в массы это все. Это обращение к таким вот людям. Если они, конечно, будут смотреть это видео. Ну вот и все. Всем всего хорошего. Тем, кто смотрел мое видео, можете писать комментарии, выражать свое мнение. До свидания. До свидания.